МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они, наоборот, немножко даже сумасшедшие где-то. Юные конкобежцы готовятся к первым стартам на искусственном льду. Мне желательно победить. Как стать чемпионом, знают в спортивной школе номер 2 города Могилёва. Победы и поражения о результатах наших команд расскажем в обзоре Спорт-М. Всем привет! Это программа Спорт-М. Если помните, в конце минувшей недели, когда мы говорили вам до свидания, то мечтали о том, чтобы в день снега в это воскресенье, 18 января, встать на лыжи. Скажем вам по секрету, у нас это получилось. Что из-за этого вышло, смотрите уже сегодня в нашей программе. Но терпение, друзья, лыжи будут. А пока легкая атлетика. В легкоатлетическом манеже Могилёвского спорткомплекса «Олимпийц» прошли соревнования городской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Именно в ней растят будущих чемпионов королевы спорта. Кто из них взойдет на Олимпийский пьедестал, еще предстоит узнать спустя годы тренировок и вот таких соревнований. Это просморт ближайшего резерва даже на спортеяда школьников. То есть я так понимаю, что по результатам этого соревнования будет формирована какая-то небольшая, небольшой расширенный состав сборной области. Для участия этих ребят в спортеяде школьников республиканского. Здесь бегали, прыгали в длину, высоту, метали ядро. Лучшие, как сказал уже директор школы, попадали в расширенный состав команды области. Среди них Людмила Рудько, 34 номер, победительница забега на 60 метров. Результатом довольна? Нет. Почему? Я не бегаю вообще 60, я бегаю 300 и у меня результат 43 секунды, почти к первому. Сегодня у нас получится, а это мне просто для себя пробежать. Разменка перед длинной дистанцией, да? Да, перед длинной. Думала 600, но очень много и все, в один день не получается никак. И еще один участник соревнований, который бежал непрофильные 60 метров, Никита Бойтов. Как результаты? Ну, нормально, я в основном метаю, но сейчас 60 метров тоже хорошо бегаю, короткие. Разноплановый легкотлет? Да. А что лучше получается, метать или бежать? Метать в основном, но короткие тоже отлично. Взрослое поколение, глядя на эти кадры, наверняка вспомнит времена Людмилы Костюкевич, 57-кратной чемпионки Советского Союза по конькобежному спорту. Вот она на льду. Хотя эти ребята прямо сейчас воскликнут, нам тоже есть чем гордиться. Те, кто постарше призера этапа Кубка мира, маленькие, уже участники престижных соревнований для детей, не замерзайка. Турнир на неделе примет Минск-арена, а повезет их в столицу Анна Романенко. Любителям конькобежного спорта это имя тоже должно быть известно. Абсолютный победитель первенства Республики Беларусь среди юниоров. Участница и призер множества международных соревнований. Входит в состав национальной сборной. В прошлом году Анна получила травму и сейчас проходит курс реабилитации. Работа с детьми один из его пунктов. На самом деле это оказалось куда более сложнее, чем я думала. Потому что дети, они маленькие, они на самом деле очень энергичные. Каждому нужен свой подход, потому что собрать, ну вы видите сами, что здесь происходит, очень сложно, да. Я уже завоевала и уважение, и любовь, и они меня слушаются. И вот это вот очень важно, чтобы дети тебя и не боялись, но и на голову не садились. И поэтому вот этого добиться на самом деле сложно, заинтересовать. Даже в наше время очень сложно заинтересовать ребенка. Сейчас дети компьютерные, поэтому сложно. Ну вот, вроде набрали какое-то поколение, как-никак я вижу, что уже вырисовывается неплохо. Несколько десятков мальчишек и девчонок, внимательно слушая учителя, тут же бегут выполнять упражнения. Держать равновесие. И что? Бегать, на колесах, выворачиваться. Учиться заниматься, учиться делать конькобежные упражнения. Слушайте, а как вы думаете, зачем вам это? Чтобы выиграть соревнования. Чтобы достичь своего. Чтобы достичь своего. Ну давайте тогда хором, кем хотите стать? Конькобежцами! Конькобежцами они хотят стать. И если к желанию приложить усилия, цель обязательно будет достигнута. Далее в программе время результатов наших команд в различных чемпионатах. Бобрусская команда «Динамошинник» в очередном туре молодежной хоккейной лиги принимала австрийский «Рэдбул». В первую встречу белорусы потерпели поражение, проиграв серии буллитов. А вот второй поединок завершился минимальной победой нашей команды 6-5. Хоккейный клуб «Могилев» провел очередной поединок в чемпионате Белоруссии. В гостях наша команда померила силами со своим соседом по турнирной таблице «Лидой» и проиграла 2-4. В активе «Львов» 26 очков и последнее место в турнирной таблице. Минифутбольный клуб «Форте» провел первый поединок под руководством нового главного тренера. «Могилевчан» возглавил Владимир Игнатик, который также является главным тренером сборной Белоруссии. Наша команда в рамках чемпионата страны в гостях встречала с минской охраной «Динамо». Ничья 3-3. В продолжении минифутбольной темы уделим внимание чемпионату высшей лиги города Могилева. Мы на игре команд «Арсенал» и «Полимер». Последняя еще в прошлом сезоне была одним из лидеров чемпионата. В этом году многое изменилось. «Полимер» выглядит немножко слабее, чем в прошлые годы. У ключевых игроков был ряд травм, поэтому часть очков они не добрали. И в этом сезоне, судя по всему, они будут бороться только за третье место, не выше. «Арсенал» – крепкий середняк высшей лиги. То есть они поджимают троечку и будут тоже до последнего бороться за третье место. Кто же будет первым? Опять-таки год назад мы сказали бы «Форте». Появился очень достойный конкурент для команды «Форте», у которых здоровый спортивный интерес доказать, что они не слабее команды «Форте». Чемпионат приобрел от того, что добавилась еще одна сильная команда. Теперь у нас таких матчей раньше было два, а теперь у нас таких матчей топовых шесть, когда зрители собираются в полный зал. Кроме «Форте» и «Полимера», зал теперь собирает и команда «Шинодиск-центр». После 12 матчей чемпионата «Форте» делит первое место. Эти клубы имеют в активе по 33 очка. «Полимер», который игру с «Арсеналом» выиграл 4-3, пока четвертый. Дождались? То, о чем обещали в начале программы, показываем. Андрей Шуляк встал на лыжи. Учил его зам горнолыжного спорта инструктор Дмитрий Апетенок. Пробуем наклоны сделать. Влево дотронуться до ботиночка, вправо. Отставили правую, закантовали, поднесли левую. Хорошо. И продолжаем подъем лесенкой, но уже левым боком. Лыжи перпендикулярно подъему. Носки максимально развернуты, пятки лыжи вместе, но друг на друга не наступают. Сейчас сделали поуже лыжи, чтобы начать скольжение. Переносим медленно весь тело на левую лыжу. Хорошо. Руки впереди. Фу, шиковато эта работа. Это невероятно, но слава мне, трасса покорилась мне с первого раза. Скажу честно, очень сильно устал. Поэтому оставляю вас на Беларусь 2 смотреть другие передачи. Я сам пойду спать. Встретимся в четверг. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА